Рязань Рязань В представлении многих это удивительно красивый древнерусский город. У многих рязанская земля ассоциируется с бескрайними полями и уютными деревушками. Каждый раз услышав про Рязань, мы представляем себе тихий городок с красивыми домами и резными палисадами. Именно так и думали участники экорейда, отправляясь по приглашению местных жителей. Но никто и представить не мог, что из себя представляет Рязань на самом деле. Очень воняет. А с чем связано это? С заводами, которые постоянно работают днем и ночью. Сегодня город на Оке – это огромная промышленная зона. В городской черте работает более полусотни заводов и технопарков. Промышленные предприятия тут на каждом шагу. А гарь и неприятный запах от них разносятся по всему городу. Местные экологи уже научились по запаху различать городские районы, в каждом из которых находится тот или иной промышленный гигант. Полумиллионный город буквально пропитан копотью и дымом с местных производств, многие из которых чадят в круглосуточном режиме. Работавшая одновременно с активистами Экорейда передвижная лаборатория Росприроднадзора зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации целого ряда опасных для здоровья химических элементов – сероводорода и фенола, этилбензола, талуола и пропанола. А давайте проведем аудит вашей деятельности вообще, она разумна, а то у нас там онкологический центр детский весь забит, онкология у нас зашкаливает, кладбище уже скоро Рязань перерастет, уже не знают куда это… А мы все доказываем, что фенол или сероводород не страшно. Куда смотрят собственники заводов и какие еще нарушения обнаружили участники проекта Экорейд – смотрите в нашем расследовании. Экологические инспекторы Экорейда побывали на основных предприятиях, чьи названия чаще других звучат в информационных сводках об экологических нарушениях. Мы решили посмотреть в глаза руководителям завода и спросить, почему жители вынуждены ежедневно дышать этими химикатами, и когда уже таблица Менделеева снова будет ассоциироваться с учебой в школе, а не с составом рязанского воздуха. А выбросы откуда идут? Насчет этого не могу сказать, это прямо на конечных остановках до школы. С каких-то промышленных, да, наверное, производств? Ну, это доказать в любом случае не могут, уже очень часто вызывали людей проверять. Воздух, все хорошо и чисто. Первым на пути экологов стал знаменитый на всю округу кожевенный завод. И понятно, почему эта округа хорошо о нем знает. Уже на подъезде к предприятию чувствуется неприятный запах, в плену которого очутились жители сразу нескольких близлежащих деревень. Завод охраняют как крепость. Доблестный начальник охраны собственноручно бросается на съемочную группу, пытаясь сорвать инспекцию. С какой целью вы здесь снимаете, я ничего не знаю, да. Давайте прекратим, дождемся разрешения руководящего состава и потом уже… А вы чего так боитесь? Я? Порядок? Вы понимаете? Нет, ну предприятия, которые ничего не скрывают и не боятся, они никогда ни на какой порядок не ссылаются. Нет, вы понимаете… И начальники охраны первые, кто дают им какие-то комментарии, интервью. Я их выполняю. Хомовитого вида мужчина не дает снимать ни территорию предприятия, ни коптящие трубы. К нашему визиту тут явно никто не был готов. Сотрудники путаются в показаниях и предпочитают винить во всех грехах соседнее предприятие. А, у вас выбросы какие-то есть, да? Выбросы есть, но у нас очистные стоят. Но выбросы, скорее больше, не наши, а вот близлежащие. А делают ту точку где-нибудь здесь, берут они государство и делают замеры. В телевизор попали. Вся наша, весь наш этот дом. А, ну тут какой-то я видел, вот здесь вот прям… Вот, мы видим, да-да, там у них трубы и все прочее. Выбросы есть в Канищеве, где кожзавод. Дышать нечем, вот такое, как будто вот именно что что-то сгнило, перегнило. То есть дышать там вообще невозможно. Если вы сами туда проедете, вы… там постоянно такой запах. Те шкуры, которые к нам поступают, они поступают после съема с животного, после забоя, да. Вот, и они, собственно, пахнут соответствующе. Они пахнут коровой, да, вот, стойлом. Раньше этот вот вот кожзавод, он был в центре города у нас. И таких вот не было запахов. А как вот его туда перевели, то есть построили, новый вроде бы построили. Вот, там дышать, я не знаю, как там будет. Там вечно горы вот какой-то, ну, они, наверное, вот это выбрасывают рядом прям с ними. И горы прям на лыжи всякого. Ну, как песок все равно. Они, может, шкуры эти песком шкурят, не знаю. Ну, запах там ужасный. Я говорю, я столько лет жила, живу всю жизнь в Канищеве, там, в том районе. Но и такого не было. Как бы, там пять заводов, и такого не было. Так что в итоге со сбросом стоков на предприятии? Есть они тут или нет? Почему завод наотрез отказывается пропустить инспекторов в цеха? И куда же девается жидкость после промывки шкур и обработки их химикатами? Неужели предприятие все-таки сливает все в городскую канализацию? И что происходит со честными, которые не рассчитаны на прием промышленных стоков с этого и сотни других предприятий? Рязань – это вообще некий калейдоскоп запаха. Вот ты едешь, здесь пахнет чем-то едким. Буквально через 150-200 метров запах уже какой-то кислый. Потом сладкий, потом горький, вонючий. Здесь пахнет дымом, здесь какой-то химии, здесь резина, еще чем-то. И ты даже не понимаешь, откуда идет этот запах и что является его причиной. И вот, например, мы едем сейчас в машине и даже через закрытые окна чувствуем какой-то неприятный запах лаков, краски. И вот, пожалуйста, Рязанский завод смазочных материалов. Пахнет на всю округу так, что этого запаха не услышать и не заметить просто невозможно. Ну, а что касается самого предприятия, вот, пожалуйста, наглядный пример того, как у них устроен технологический процесс. Какие-то выбросы здесь валят отовсюду, да, то есть рабочий даже не придумал ничего лучше, чем просто выткнуть трубу за пределы своего завода и все это вот куда-то вот наружу выпускать. То есть на случай какой-то проверки, которая будет ходить по территории, она, наверное, даже не догадается о том, что здесь вот такие вещи творятся. И все это коптит, все это попадает в огуршающую среду, а вокруг огромное количество населенных пунктов. И люди вынуждены дышать этим буквально круглосуточно. А что говорят местные чиновники? Как обстоят дела с экологией в городе, по их мнению? Первый заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов в неформальном интервью сообщил. Согласно официальным данным, качество атмосферного воздуха в городе улучшилось. И сам господин Акимов поддерживает эту точку зрения. За последние 10 лет, несмотря на количество такой большой жалоб о состоянии атмосферного воздуха, о качестве атмосферного воздуха в Рязани, улучшилось. На наш взгляд, ну просто какая-то обстановка близкокритическая, реально. Ну, настолько категорично я бы не стал подорожаться. Я бы тоже, наверное, не стал выражаться, но я говорю, после трех дней пребывания, впечатления вот такие. Причем, куда не поедешь, вот прям реально, вот куда не плюнешь, везде какие-то проблемы. Особой проблемы с выбросами предприятий чиновник не увидел. Однако серьезно насторожился, узнав, что участники эко-рейда смогли попасть внутрь крупнейших предприятий города. Масштабы, на самом деле, поражают и не только высота вот этих вот навалов, но и то, на какое расстояние распространяется эта свалка. Буквально до горизонта, до леса видно, что здесь все свалено, перекопано. Вот этот весь разномастный, дурно пахнущий мусор лежит здесь горами. Огромное количество техники, которое, видимо, здесь что-то с ними делает. Но налицо, вот очевидно, здесь нарушение всех технологических процедур, которых только можно представить. Когда в перемешку идут и илы, и грунты, и стройка, и бытовой мусор. Чего здесь только нету. Снимает она, мы федеральное издание, издательский дом, момент истины. Ну, то есть, не хотите пояснить. Просто вот, если это в таком виде выйдет, сами понимаете, будут вопросы. А если это будет сопряжено вашим комментариям, где вы скажете то, что это будет... К руководству компании, к руководству компании. Проф? Проф? Мы, во-первых, не на территорию... Машины наших сотрудников стоят, вы машины фотографируете. Я понял. Наряд вызывать? Не знаю. Это вызывать. По сути, наряд, наверное, вызывать. Здесь режимный объект. А тем временем, наш рейд продолжается по территории предприятия СФАТ. Не успели мы поднять квадрокоптер в воздух. Как тут же на дорогих внедорожниках появляется десант во главе с исполнительным директором предприятия. Добродушными этих людей никак не назовешь. Я вам больше скажу, тут бывает проверки с автоматными люди заходят на территорию. Мы не по этой части. У нас тема экология. Я не против. Откуда мы знаем, экология у вас или не экология? Вы, может, снимаете машины наших работников, а потом их все истарапает кто-то. Никаких труп на предприятии нет. И обвинять вагоностроительный завод в загрязнении воздуха было бы абсолютно глупостью. А как тут обстоят дела со стоками? Ремонтируя ежегодно по 3,5 тысячи вагонов, в том числе и после перевозки нефтепродуктов, сотрудники СФАТа так или иначе вынуждены делать промывку подвижного состава. А вот куда дальше деваются стоки, они внятно объяснить не могут. Зато отлично рассказывают про высадку деревьев. Мы на этот год запланировали высадку деревьев на территории нашего предприятия и на территории города Рязань. Дело, конечно, благородное, но вряд ли все эти субботники способны решить проблему городской канализации, куда регулярно сбрасывают то, что никогда не должно было там оказаться. Совершенно очевидно, что экологией города надо заниматься. И что предприятия должны уделять больше внимания экологической ответственности, должны лучше следить за современными технологиями очистки, фильтрации и стараться сделать все, чтобы минимизировать выбросы в атмосферный воздух, который здесь просто пронизан запахом пластика, химии и бог знает каких веществ. Понимание, кто нарушает и что конкретно нарушает, уже сейчас есть. То есть эта информация есть у общественных организаций, эта информация есть у надзорных органов, эта информация есть у правительства региона. И самый главный акцент нужно делать на системных нарушителях. Одним из нашумевших событий стала выездная проверка Росприроднадзора осенью 2021 года. В число объектов вошел и хорошо известный завод «Техно». Хорошо известен он не только местным экологам, но и жителям, которые неоднократно жаловались на неприятный запах и выбросы с предприятия. Ну, выбросы здесь вроде ездят, смотрят в воздух, а только ничего. Даже собирали вроде, ну, люди собирались, согласовали за то, чтобы, ну, выбирали это все, а всем профиль. Вопрос промышленных предприятий, он стоит в приоритете, к сожалению, чем вопрос жителей. Череда согласований не помешала участникам инспекции осмотреть территорию завода и пообщаться с руководством предприятия, которое иначе смотрит на результаты проверок со стороны надзорных органов. Мы, когда увидели нарушения такие, нарушения были грубые достаточно, именно в методиках измерения, мы, конечно же, обратились с протестованием. Мне кажется, это логично. А это как делается? То есть вы нападали на Росприятий надзор в суд? Да. А, да. Понятно. Ну, мне кажется, это… С признанием… Недействительно. Ага. Они говорят, а вот слати работают не по тем методикам, да, или не так они работают. Ребята, вы вообще, когда разрешение получали, а вам кто эти разрешения выдавал, да по каким методикам? Вот, если так вот задаваться, вам тот же Роспроводнадзор эти разрешения выдавал. Если ставите институт, который вам выдавал разрешение под сомнение, так давайте мы, в первую очередь, вас под сомнение тогда поставим. Внешне предприятие выглядит довольно технологичным. Однако есть вопросы, на которые мы до сих пор так и не получили ответа. Что в итоге с ливневой канализацией? Вы говорите, абсолютно безопасны. Вот у вас выбросы есть, а сбросов у вас нет. Вы хотите сказать, что у вас нет сбросов в технологиях, в которых вы заявляете очистку водой? Оборотная вода всю жизнь оборотной не может быть. И вот тоже есть цикл замены. А куда вы ее сбрасываете? Более того, у вас вообще-то склады есть, дожди есть, производственная площадка, производственная канализация, заводы у вас омываются дождями, у вас ливневка должна быть производственная, которая входит в канализацию, очищаться должна, прежде чем попадет в общую канализацию. Она должна получить свой показатель необходимый, а потом уже сливаться в центральную канализацию. А это есть, а если этого нет, значит завод надо опять что делать? Останавливать. Почему так выходит, что предприятия, расположенные, как и завод техно в общей промзоне, не задумываются о том, куда в итоге уходят дождевые стоки и смывы с грунтов? А ведь ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Все промышленные и хозяйственно-бытовые стоки смешиваются воедино и отправляются на городские очистные сооружения. Периодически мы из стоков водоканала ловим куриные головы, куски мяса. Наши регулярные обращения в надзорные органы о том, что подобных вещей не должно быть, что... Ну, каких-то там, значит, скотобоин. Как это попадает в водоканал мы не понимаем, это к сбросу прямо запрещено. При этом водоканал говорит о том, что каких-либо несанкционированных врезок не существует, но факт жизни вот такой. Местная птицефабрика, чью продукцию можно встретить во многих столичных магазинах, отравляет не только очистные сооружения, но и жизни горожан. А с птицефабрики какие проблемы? Какие там проблемы? Задыхаемся, вот когда навоз вывозят на поле, мы здесь задыхаемся. Это они с полей, да, сюда? Сюда, на поля вывозят. Ну, они навоз вывозят сюда, наверное. Раньше кур там жгли тоже. Они сейчас жгут. Нет, сейчас не жгут. А куда ж? Сейчас они вывозят. Куда? Вывозят в денежку. Куры, это имеется в виду эти? Падающие? Да. Нет, нет, Наташ, когда я еще там работала, мы сжигали, а потом перестали мы сжигать. Ну, дым идет все равно, вот там идет дым. Ну, дым-то там, да. Все равно там у них из этой спичи все равно дым идет. Да? Может и жгут? Да, не знаю. А когда они жгут? По ночам? Днем? Днем жгут, прям ночью жгут. Они все и днем делают. За разъяснениями мы отправились на РНПК. Там эко-рейт явно не ждали, но после долгих препирательств все-таки согласились пообщаться с экологами. Завод осуществляет свою производственную деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Все вредные выбросы, которые есть на предприятии, они строго зарегламентированы и в соответствии с соответствующими разрешениями на выброс. Поэтому предприятие в том числе осуществляет и плату за эти выбросы, переводя регулярно деньги в федеральный бюджет. На полумиллионный город всего лишь одни очистные. Построены они еще 60 лет тому назад и функционируют во многом благодаря рязанскому филиалу компании «Роснефть», который официально взял их к себе на баланс. Так, а сейчас мы с вами движемся в сторону грабельного отделения. Это у нас точка приема всех сточных вод бытовых и промышленных города Рязани. Это вход, так называемый. Одна из главных претензий жителей к очистным – это выбросы сероводорода, который не только имеет ярко выраженный неприятный запах, но и представляет опасность для здоровья. По словам экологов, городские стоки Рязани – это вовсе не безобидная смесь органических отходов жизнедеятельности человека. Основная примесь, которая здесь образуется – это сероводород. А сероводород, он выделяется из вот этих стоков, городских сточных вод, которые к нам приходят от водоканала. Поэтому весь сероводород, который образуется на этих грабельных отделениях – это фактически сероводород, который к нам пришел по трубам от водоканала. В Рязанскую канализацию регулярно попадают сульфиды, фенолы, цинк, железо, азот аммонийный и так далее. Многочисленные предприятия уже давно не щадят ни очистные сооружения, ни жителей, которые регулярно дышат химическим букетом, просачивающимся наружу через канализационные люки по всему городу. Основной источник сероводорода, который мы получаем здесь у себя на грабельных отделениях, это опять же сточные воды водоканала. В сточных водах это двумя путями появляется. Первое, это то, что сбрасывает население и промышленные предприятия в водоканал, в транспортную систему водоканала, в трубопроводы водоканала. Ну и второе, это состояние самих трубопроводов водоканала. Дело в том, что коллекторы, большие коллекторы, они должны эксплуатироваться таким образом, чтобы заполнение жидкостью их было определенное, и скорость движения этой жидкости тоже соответствовала определенным нормативным значениям. Как только скорость движения жидкости в трубопроводах большого сечения падает, и там образуется большая газовоздушная подушка, вот в этой газовоздушной среде живут бактерии, и образовывается сероводород, который в последующем обязательно из этих трубопроводов попадает в атмосферу, то есть выбрасывается наружу. Отсюда и неприятный запах сероводорода, который массово образуется из-за многократного превышения по сульфидам, которого не должно быть в канализационных стоках города. Каждое производство, оно должно доочищать и в канализацию сливать уже, грубо говоря, чистую водичку, да, а на нефтезавод, но на очистные, на 20-й человек, должна прийти вот эта более-менее чистая водичка, там есть свои бактерии, они очистились, все культурно. У нас так не бывает культурно. У нас один завод сбросил, второй завод сбросил, третий завод сбросил, бактерии убились, умерли, и пока они там не восстановятся, пока это все не сольется в речку, там, которая, знаете, Листвянка, пока полный цикл не запустится. Плюс еще сами ил, тот, который внизу, который накопленный был, там огромное количество ила было, оно тоже давало свое негативное воздействие. Экологи убеждены, что бытовые стоки не способны содержать такое количество сульфидов, а значит, наши предположения только подтверждаются. Канализация служит и для сбросов промышленных стоков. Причем делают это незаконно, с попустительства местных коммунальщиков. Да, еще есть проблема в том, что на уровне администрации нет точки приема жидких отходов. И администрация ее, где эту точку? Где угодно устраивает? Да, точка приема жидких отходов непонятна и ведет это к тому, что, может быть, существуют вот такие вот варварские способы сброса в канализацию. То есть приехала машина, машину открыли, первый попавшийся там колодец и все, что было, слили внутрь туда, в канализацию. Чтобы до конца удостовериться, мы произвели забор прямо на входе в городские очистные и отдали в специализированную лабораторию, чьи сотрудники, наверное, впервые получили образцы подобного качества. Судя по результатам, которые мы видим, стоки поступают без очистки, с примесями химических веществ. Поэтому не подвержены абсолютно никакой предварительной очистке. Скорее всего, контроля за приемом в сточных водоканал не ведет, потому что такие стоки принимать на себя нельзя. Потому что для их очистки требуется достаточно современная и мощная система, чтобы провести их полную очистку, убрать все эти лишние примеси, которые туда поступают. Экология Рязани нуждается в серьезной защите. Важно комплексно подходить к решению проблем и начинать с очевидных вещей, которые лежат на поверхности. Мы достаточно долго взаимодействовали с водоканалом и администрацией города Рязани на предмет установления нормативов по качеству сточных вод, которые к нам приходят от водоканала на очистные сооружения. Нормативы установлены на федеральном уровне для всей Российской Федерации. А региональный уровень и муниципальный уровень имеют возможность устанавливать эти нормативы более жесткие в каждом индивидуальном случае. В Рязани таких нормативов по входу на биологические очистные сооружения не установлено. Завершая наш рейд, мы вынуждены констатировать, что, к сожалению, экология города сегодня, как вот этот Рязанский аэропорт, стоит заброшенный и мало кто о нем сегодня заботится, думает и что-то делает для него. Но мы очень надеемся, что в том числе и благодаря нашим усилиям предприятия в городе станут более экологически ответственными. И, наконец-то, начнут заботиться не только о собственной прибыли, но в том числе о благополучии и здоровье граждан. Экорейд продолжит следить за ситуацией в Рязани. Мы будем добиваться принятия нормативов по сточным водам в Рязани. Наши юристы уже готовят необходимые запросы во все надзорные органы, включая прокуратуру, с целью организовать масштабную проверку предприятий города, чтобы выяснить, где и как работают локальные очистные сооружения. Насколько они справляются с нагрузкой и по чьей вине в городскую канализацию стекают сульфиты и другие химикаты, которые не только разрушают трубопровод, но и отравляют здоровье горожан. По итогам проведенного расследования, наши юристы и адвокаты готовят коллективный иск к тем нарушителям, которых мы буквально поймали за руку вместе с Роспреднадзором в рамках Экорейда. Уважаемые жители Рязани, если у вас есть какие-либо доказательства нарушений со стороны вот тех предприятий, о которых мы сегодня рассказывали в нашем сюжете, пожалуйста, присылайте все эти фото, видео, любые сведения, доказательства к нам вот на этот адрес электронной почты и мы обещаем их всех приобщить к коллективному иску. Мы ждем от вас информацию и мы вместе победим все то зло, которое сегодня отравляет экологию Рязани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова